Турки очень эмоциональный народ и, помимо речи, активно используют жесты и мимику. Жестикулируют, тыкают пальцами предметы, перебивают друг друга, похлопывают друг по другу. Их невербальный способ общения отличается от общепринятого европейского. Вот, например, в Болгарии кивание головой обозначает «нет», а вот мотание из стороны в сторону – «да», что является противоположным значением для большинства стран. Так в Турции, не зная их особенностей, можно попасть в неловкую ситуацию или даже, не желая того, нагрубить. Сегодня расскажем тебе о жестах самых противоречивых и вводящих в заблуждение гостей из большинства европейских стран и постсоветского пространства. И жестах именно о тех, исключительно с которыми сталкивались мы сами. После этого видео ты точно разберешься в особенностях турецкого невербального общения. Ты на канале Turkey Space, я Алиса. Я Владимир. Погнали. Кивание и качание головой. Здесь используют и общепринятые европейские жесты «да» и «нет», но также есть и разновидности, которые на первый взгляд совсем не ясны. Например, есть крайняя степень протеста – это когда турок запрокидывают голову вверх, типа как высокий кивок. При этом может еще закатить глаза, поднять высоко вверх брови и присохнуть языком. Часто, чтобы сказать «нет», турок использует одну из этих перечисленных вещей. Например, если слышишь, что турок цокает в ответ, значит, говорят тебе «нет». А еще можно просто выразительно поднять брови, и это тоже «нет». Ну-ка, парни вот с вами. Выразительно. А я не умею. Еще выразительнее. Или высоко вскинуть голову, похоже на кивок, и тоже значит «нет». Вообще, использование подобного способа выражать несогласие характерно для многих восточных и азиатских народов. Я вот в детстве, например, дожила на Кубани, там тоже многие вместо слова «нет» просто цокают. Глаза еще закатывают. А если ты слышишь уже продолжительное цоканье, сопровождаемое качанием головы из стороны в сторону, когда мы говорим, например, «однозначно нет», то это признак того, что турок сильно недоволен или чего-то очень не одобряет. Опять же, кстати говоря, на Кубани в моем детстве старые люди точно так же делают. Бывает еще такое, что и отрицательное легкое покачивание головой в ответ на вопрос может значить у турок «почему бы и нет?». Хотя на первый взгляд кажется, что он отрицает, но это не так. А если качание производится с небольшой амплитудой и слегка наклонив голову на бок, то это означает «я не расслышал», «я не понял» или даже «в чем дело?». Что может относиться как к собеседнику, так и к третьему лицу. Так что, если в разговоре с местным ты совершишь такое движение головой, то в ответ услышишь повторение фразы или вопроса только уже громче. А вот быстрое качание головы из стороны в сторону означает, что турок тебя не понимает. Есть еще особенности ответа со словом «спасибо». «Спасибо нет» или «спасибо да» турок может понять тебя не так, как ты имеешь в виду. Например, когда тебе что-то где-то предлагают, пускай это будет чай, например, что самое частое явление в Турции, а в ответ ты скажешь «спасибо», то местный воспримет это вежливым отказом. Поэтому, чтобы принять предложение, нужно говорить «пожалуйста». Если на английском, то «yes, please». А еще, если приложить руку к груди и совершить небольшой такой вот поклон, то это значит «спасибо нет». Кукиш или в народе дуля в Турции считается очень вульгарным жестом. Гораздо обиднее американского среднего пальца. У проституток, деятельность которых в Турции, кстати, совершенно легальна, кукиш используется как приглашение к сексу. А еще девушки такой профессии, стоя на обочине, если поднимут палец вверх, проезжающий мимо машине, или проходящего мимо мужчине, то это означает выражение сексуального желания. То есть, во всем мире, как вы привыкли автостопить, останавливать машины, то это вот уже у вас не получится, потому что водитель примет это на свой счет, что у вас к нему сексуальное желание. А в обычных же ситуациях поднятый палец вверх означает то же самое, что и во всех странах. Круто, классно и так далее. И используется он обычно в общении с иностранцами. А вот между собой местные чаще используют другой жест. Они складывают пальцы в щепотку и поднимают кверху, таким образом выражая значение класс. Круто, мне очень нравится. Кузе. Четвертый жест это иди сюда. Похож он больше на наш иди отсюда. Нужно поднять руку ладонью книзу и махать кистью вверх-вниз. Кстати говоря, вот это как в Таиланде, да? Вот они привет. Но мы пока, а они привет. Если ты удачно пошутишь или местный хочет выразить свое абсолютное согласие с тобой, то он поднимет вертикально открытую ладонь, чтобы ты по ней звонко хлопнул. Это называется чак. Если незнакомый турок проявил к тебе симпатию, то при встрече или при прощании он протянет кулачок костяшками, направленными к тебе. Следует повторить движение и слегка ударить по его кулачку. Вот так. Вот он вечно так щелкает кулачкой. А вот скрещенные пальцы, жест, к которому привыкли многие европейцы, для нас символизирующие по желанию удачи или же даже некого талисмана в начинании чего-то нового, как для того, кто скрещивает пальцы, или для того, кому они показаны. Например, ты что-то начинаешь или куда-то идешь, и хочешь, чтобы у тебя все получилось, ты так скречешь, думаешь, хоть бы у меня все это получилось, или кто-то из твоих идет и ему... Хоть сдай, чтобы у тебя было хорошо сданых заин. Типа вот так. Так же, как и выражение «держи за меня пальчики» и такой вот жест, появились в Англии в начале прошлого века и скоро распространились по всему миру. Но вот в Турции не прижилось. В Турции же такой жест останется либо незамеченным, либо может быть воспринят как символ креста и истолкован совсем в противоположном значении. Например, ты ставишь крест на их взаимоотношениях. Так что не удивляйся, если вдруг Турок просто исчезнет по-английски и перестанет отвечать на смс или свадки. Вытянутая перед грудью рука, согнутая в локте и сжатая в кулак, напоминающий жест борцов за свободу сторонников Че Гевары, ладонь при этом направляется к сердцу, это самый настоящий оригинальный турецкий жест, имеющий целую историю. По легенде, один султан ввел практику отрезания языка евнухом, для того, чтобы они никому не могли передать увиденное. Однако, они компенсировали потерю тем, что создали язык жестов. Поняв, что он не может отрезать и руки, султан отказался от этой идеи. Но жест прижился и означает, что у меня все отлично. Дальше, окей. В англоязычных странах, типа окей, такой жест означает, что все в порядке. В Турции и Греции этот жест может быть воспринят, как намек на гомосексуальность собеседника. Я много в магазине показывал. Спрошусь, мне там Англия, я думаю, окей. Ёлки-палки. Если это будут совсем местные турки, которые с иностранцами-то никак не контактируют, то они совсем это не поймут. А те, которые с иностранцами контактируют, они еще могут, ты же европеец. Но если турок так покажет, то как бы это совсем будет. Ёк-макарёк. И с вами, по-моему, показывали. Ой-ой-ой-ой. Помимо рассказанных нами жестов, есть и другие, о которых пишут на просторах интернета. Но мы на своем канале рассказываем только о том, с чем сталкиваемся лично или узнали от местных. Если в течение дальнейшей жизни столкнемся еще с какими-то вариантами жестов, то обязательно расскажем об этом. А пока ставь палец вверх, если видео тебе понравилось. Обязательно подпишись на канал, если хочешь, конечно. И расскажи в комментариях, с чем таким ты сам сталкивался или сталкивалась в Турции. Или, может, в другой стране, не зная особенностей культуры. Нам будет очень интересно. И, конечно, ты всегда можешь задать свой вопрос или в комментариях, или прислав его на нашу почту, указанную под видео. Всех обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!